друзья такие красоты сегодня утро 13 апреля вот я в так не зиме до такая красота снежочек солнышко вообще так светит классно небо сочное такое яркое обалдеть просто я люблю 8 45 утра уже 14 градусов с утреца было прокладновато где-то было 7 8 плана солнышко вышло и прогревает ребята мы в город тун или селишко или городишко такое небольшое но я вам скажу здесь 100 метров поверните направо на дороге с круговым движением съедьте используя первый съезд вот кто-то рассыпал ну что ж будем ехать наверно да вот грязно да сделал на повороте какой-то ладненько сейчас я приручить им этот городишко очень привлекателен тем что очень много молодежи здесь я видел опять же на предприятия второй раз здесь гружусь даже то ли полиция руководит может бы нет дорожные службы которые да ладно вот чем я хотел это самое начать молодежи много кстати здесь недалеко очень здесь очень много таких горнолыжных курортов в кое я что конечно хотелось бы попасть очень я хочу попасть при возможности все таки я думаю но это все будет как говорится желание есть возможность уже как говорится мы нарисуем понятно что это дело все не дешевое так как экипировка опять же же аренда подъемников или как там я не знаю там по часовой по часовой либо там может на полдня как там ну в зависимости на каждом же же подъемнике свои условия какие-то вот ну вот так вот желание есть возможно как говорится сделаем но красоты вообще шикарные и смотрите трава какая очень же высокая такая 14 вот 13 апреля буквально тут снег вроде бы как бы еще ну видим а здесь уже трава такая 500 метров повернуть направо на дороге с круговым движением специально как-то ее и выращивает специально для того чтобы потом как погасить и опять же там сушат может здесь у них видите справа сараи какие-то то есть сельское хозяйство какое-то то есть такие как мини фермеры да в кавычках я не знаю если пенсионеры там молодежь не хотеть заниматься таким в основном пенсионеры да ну вот так это специально и у меня будет еще до загрузочка тоже до загрузка в таком месте там я опять не был ни разу я думаю что-то мы заснимем покажу опять же поделюсь с вами через 100 метров поверните направо на дороге с круговым движением съедте используя нервы съезд там навоз очень кружочки тесненько так и в прикирочку но все проездное на столько у них все так то ли через компьютер когда они то есть программу как-то выкладывали чтобы видеть на дорогу с круговым движением а затем перец зашел и зад зашел все по красоте Италия конечно чуть-чуть отстает используйте второй съезд ну вот так ну вот так ладно друзья прервемся давай так друзья продолжаем мы в Швейцарии загрузился я одну палетку ну смешно 160 кг конечно вот едем все на границу едем на границе нам до перехода именно мы идем на другую на Тайген заходили через пазель 160 км ну вот так вот конечно живописная такая местоположение вообще прикольное такое вы знаете то есть скорый подъем и склон такие ну это все радует классно когда вот солнышко когда тепло там когда же это снег дождь это вот подъем эти вот скользишь тормозишь буксуешь там еще такое это не есть приятно а вот как раз в такую пору Люба мило посмотреть мы идем вверх по течению русло какого-то реки я уже поднялся на 770 метров вверх и потихонечку все еще поднимаемся вот вот определяют и дрова и все ну видите за собой сразу прибрали убрали все чистенько красиво что так я не знаю менталитет уже раз нам еще такими огольними путями ехать 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 но еще 48 километров конечно утомляют здесь то нормально еще свободника классно но когда-то бывает проезжаешь такими населенные пункты где-то съезды такие круги которые там опять же ремонт дороги это начинаешь нервничать правильно навигация меня вправо будет а там знак тупики либо ремонт дороги езжай-бъезжай дальше но все равно это есть какие-то обозначения то есть объезд какой-то через там 2 или 3 5 километров навигация успевает перестроиться а это вообще принципе разворачивать тебя назад опять то есть ты проехал именно тебе надо туда а там закрыто ты проезжаешь в один поворот дороги но этот все равно сводит назад ну вот так вот если в этих местах бывало так все время как первый раз как первый класс вот так я не знаю как мы в гору пройдем заснеженную наверное какой-то будет туннель потому что вряд ли чтобы туда обцарапались а потом спускались я не знаю как вам против солнца видно или не видно но так едем дальше ребята так друзья все таки мы через гору не пошли мы ее пошли левее и получается мы идем вот так справа у нас одна слева вторая вот так вот ленька по ущелью но пошли на спад спик у нас где-то там девятьсот двадцать метров был вот потихонечку мы идем на низ пастбища овечки почти поделена на такие вот участки каждого фермера занимаются вот кто-то лошадей разводит вот видно там справа я не знаю как у них здесь коровы но пучки да все-таки какой-то идет дотация может на старство чтобы развивалась поддержат местных фермеров вот и вода пожалуйста закончилась подвезли новенькую свеженькую ну и опять же есть производство в этих вот здесь здесь что-то производят они понемну щебень какой-то туалет давает или чистят или как-то вот ну интересно интересно смотришь слева-права конечно когда вот так свободно движение как вот сейчас да никого нету практически кратится вы превышаете допустимую скорость вот слева так что ребята вот обустраивают крышу солнечные панели это как раз я в этом пункт или как его городочек который я буквально вот раньше про него говорил так вот там как раз это производят что бы это производят солнечные панели я везу этот на германию за немцев буду вести Вы превышаете допустимую скорость. Здесь чуть-чуть побольше Ландии. Городочек, или как называется, вывеска какого-то предприятия, наверное, название. Тут же заправочка, вот авиакарточку вставляю, заправляю. Для них это недорого, то есть 1 франк 64 за литр, то есть 10 литров, или пускай даже канистра 20 литров, это 32 франка. Это для них ничего, как бы. При зарплате, ну, в среднем, я не знаю, ну, как более-менее 100 работают, там 4, 5, 6, там вот, это рабочий класс. Получает, то есть для них это как бы и ничего. Если для Германии сравнивать, там, ну, в среднем, там, пускай 2 тысячи, там, ну, и понятно, выше, то есть это минимальная, ну, более такая зарплата, вот. То стоимость дизеля топлива, там, евро 20, ну, то есть 1,20, как бы, ну, так, ну, опять же, вроде бы как и ничего, нормально все. То есть здесь 1,64, при зарплате 4, 5, 6, то есть для них это позволяет свободно заправился за 30 франков, там, поехал в какой-то город туда-сюда перемещение. Опять же, с этими дорогами, и хотовка будет ходить, автобус будет все ездить, ну, что нам будет ломаться, опять. Вот так вот. Красоты, да, красиво, как вот. Травка такая сочная, свежая, зелененькая такая. Вверху деревья. Вы превышаете допустимую скорость. Ну, и опять же, видите, мусор. Грязь какая-то, я не знаю, я еду просто, это какое-то вот, ну, село, ну, себе просто какой-то лихутор, по сравнению с каким-то проездной, все. Ну, вот, как-то так. Это не какой-то там поселок городского типа, там, все. Чистенько, ухоженно, все. Ну, просто приятно все, я не знаю. Ну, вот так, друзья, едем дальше. Друзья, вот водопад такой, как раз перед нами не мог проехать мимо, как говорится, молча. Видите, как бетоном даже усиливает, чтобы не рушилась скала там. Мы уже идем на спуск потихонечку и вот справа у меня русло какое-то вот на реке там или какое-то нечто в ручей какой-то, ну, в горле, да. Он идет сразу походок с нами. Справа это было что-то широта такого автомобильного. Вот. Чуть-чуть осталось буквально, чтобы выезд на автобан, там буквально, сейчас гляну. По-моему, 11. 14 километров на выезд. И выезжаем мы возле города Юцерн. Что недалеко от Цюрика. Ну, вот так вот. Вы превышаете допустимую скорость. Вот здесь дорога для автомобилей уже. Для легковых 100. Для грузовых 80. Поток, конечно, такой. Воды вот справа. Классный. Едем дальше, спускаемся, да. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры подогнал «Симон»